всем здарова ребят ну что пока тренируюсь пришел перерывах записать видосик по поводу того что у нас уже есть новые герои в обновлении закинули в группу к стал clash ну как обычно знаете от ничего нового ничему не удивляет что как всегда два героя это нормальное явление то есть следующее обновление обновление опять же будет частично скорее ну не скорее всего 100 процентов один герой донатной 2 бездонатные то я не знаю мне больше будет интересно почитать потом попозже описание но судя по так где там она судя по вот этой вот акции сейчас зайдем чекнем до какого на числа уже перешагнул до 17 по моему до до 16 а начнется все 20 числа и регистрация будет 16 по 20 в общем обновление где-то будет как обычно в двадцатых числа поехали покажу вам самое интересное расстал кулаж путь храбрых с как она растянула это изображение в общем вот так вот два новые героя не знаю как обычно наверное скорее всего из какой-то игры с кому не сделали кто знает с какой пишите в комменты ну я не знаю я в там в эти все игры аниме 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 я не играю но как обычно ребята пишут во время обновления когда выпускает какого-то героя что этот герой с коммунизм стоит и игры стоит и игры то есть в основном они все дедаты ряд героев в общем пишите кто знает каких игр ну я не знаю я честно говоря не знаю что это за герои будут но честно скажу вот интереса вы наверно заметили потому что я мало начал записывать битву замка во первых аудитория намного меньше стала во вторых но в эта игра уже никому по сути не интересно многие уходят сливают аккаунты у нас на английском сервере тоже в принципе гелия фактически ничего не бегает не ходит я тоже забил фармить донатить то же самое на айсену игра себя не оправдывает и если вы думаете сюда донатить ни в коем случае не делайте этого потому что есть сервики на которых можно играть без донат и собрать донатные герои понятно что вы не будете там в топе не будете тащить все но это можно сделать и без доната а вот почему скажите нет смысла донатить потому что это будет просто выкинуты на ветер деньги особенно сейчас разработчики ничего нифига не делают для интересного геймплея они только чисто делают ставку на донат чтобы им донили и это реально убивает все добавляют новые локации да круто но эти локации ни о чем вот поэтому смысла вливать как бы деньги этот проект никакого нет многие ребята пишут вот я решил вернуться там стоит ли покупать сразу вы время все думали будет прошлое обново чем-то интересно новой локации я думаю в новую локацию видели на тайване вот вам еще явный пример что у нас будет опять же новый супер питомец то есть у нас это уже стандарт два героя и супер под какой-то со змеей летающий дракончик я не знаю чего ожидать от этих героев и честно скажу вот у меня нету ну я у андрюхи поигрался механоиды альфа да его там по чуть-чуть собираю но такого нету азарта и интереса у многих наверное тоже самое мне вот интереснее покачаться по тренироваться кстати напишите кто дома тренируется напишите в комитах что вы дома качаете вот как тренируетесь но рукоблодство там бицепс трицепс левые правые это не в счет я имею ввиду нормальные упражнения кто дома тренируется я сейчас будут думать как выбираться что-то интересное делать вне дома потому что ну как бы карантин все дела ну зал и закрыта но будем пробовать по поводу обновления побежали дальше ну судя по картинке насколько я вижу это будет типа что-то берсерка какого-то вот этот ближний герой он будет закидывать скорее всего но это будет дальник 2 я не знаю какой-то маг или дух будет тоже непонятно в общем тоже будет какой-то волшебный герой какой из них донатный пока неизвестно есть также картинка со скинами ну честно скажу все настолько однообразно да вот у айджи то есть ничего нового ничего интересного все по накатанному стра и сценарию если раньше это было интересно вот их не облики она приносила какой-то интерес азарт то сейчас на это все смотришь и просто понимаешь что это вообще просто тупо ни о чем какие там будут герои я не знаю все равно у нас эти герои уже там свыше ста и реально я не знаю каким каким образом там это добавление этих героев влияет на его если все локации по сути убиты в какую локацию не зайди там до за пределе там и прочее бессмысленные привязки бессмысленные локации битва гильдий просто проходится на легке там возможно еще без донатом сложно но и без доната сейчас получат с карт на некоторых серваках уже получили топовых донатных героев и то есть проблем при правильной прокачки не будет многие ребята спрашивают за прокачки смотрите видосы по прокачкам героев есть плейлист я там до хрена уже разжевал показал именно а донатные герои чтобы вы знали как их качать что делать для правильной прокачки прохождение если же брать да там локации атака фартов убита барда таки не пофиксили то есть я считаю его надо фиксить они этого не сделали атаков ну единственная вот атака фартов которая была у нас на английском по моему прошлое вот там реально было рубилова между там филиппинцами тайванцами их реально было дофига и они реально делали зарубу там было по 30 человек за последний вот это наверное максимум я видел что три гильдии реально рубились таким бешеным темпом между собой и такой онлайн ну все больше потому что они наверное все на карантине сидят реально сидят и никуда не выходят остальных там было два три пять человек у нас там ну то есть я насчитал по моему если не ошибаюсь нас пять человек и все то есть локация для многих неинтересно новые вот эти вот локации там линия обороны но она никакая тоже она тоже не какущая и нету смысла ее играть так давайте покачаем немножко наших томцы может хоть что-то поможет попробуем сейчас затащить вот то есть интереса никакого по сути уже 70 к нету с таких локаций которые еще бы были бы интересным я не знаю у меня интересно вот я просто фармлю здесь без доната потому что здесь интересно собирать каких-то героев но нету того азарта как раньше вот я не знаю возможно это обново будет последний у меня в планах вообще слить аккаунт на русском сервере по крайней мере и вам тоже в режиссруска вы можете свободно ливать идти на нем уйти на тайвань там намного круче акции намного больше плюшек и там вы будете в кайф играть без доната на русском сервере как многие скажут это хардкор тут очень круто но ребят хотите убивать время в никуда то лучше убить добиться чего-то большего здесь нежели там просидеть я не знаю сколько лет ну да на русском сейчас начали немножко больше давать но это все равно не то убить до гранище времени так водик у нас есть и в итоге по сути никуда не сдвинуться не знаю не интересно с донатом я уже говорил донатный аккаунт который у меня на русском сервере там десятки там свыше десяти миллионов дай больше наверное самоцветов потрачено и сейчас на это смотришь это вообще ни о чем я захожу туда смотрю это обычный простой аккаунт который можно собрать там за 100 за 200 баксов на другом сервике вот это если относительно доната без донат ну хардкор этот нафиг ну не знаю если вы там прям такой хардкорщик может быть конечно это дело лично так нас развалили на g3 каждого где играть но битва замков умерла разработчики и в принципе сами убили вот этими его добавлениями локаций добавления донатных героев и томов они просто убили интерес нету никакого неразвития ничего поэтому вот такие вот дела не знаю пишите что вы думаете по поводу обновления следующего эти героя ну как обычно это трэш будет новая локация говно от хоть они пишут она в стадии разработки но реализирована вообще по говняному я думаю мало кто не будет бегать по поводу а блин это четвертое только мне не затащим по поводу трень тренируюсь как раз только что отжался после стримца по колде после слева каток ща поужину и наверное что буду запускать не знаю по какой игре пока не определился возможно ассасина по прохожу давненько я уже него не бегал надо его просто тупо пройти в общем залетайте на стримец качайте булки всем удачи всем пока